Любой из нас хочет, чтобы его инструмент работал исправно, в том числе и в экстремальных условиях. Тем более, если этот инструмент огнестрельное оружие. Но техника вещь непростая, и чтобы разобраться в том, как не напороться на разные проблемы, сегодня мы расскажем вам о нюансах ружья с Айга 340. Это будет длинное видео, но оно будет насыщенной информацией и полезными советами. Привет, друзья! У нас был ролик про то, какие есть особенности в эксплуатации ВПО-205. И на основе большого опыта мы рассказали с Ваней Косоротиковым о том, как работает это ружье и что надо учесть. Но нас просили сделать видео, то же самое, с такими же особенностями ружья, но с Айга 340. Это спортивное исполнение с Айги от концерна Калашников, что мы сегодня и сделаем. И надежность этого ружья в целом вызывает некоторые опасения. Поможет мне Руслан. Скажи, пожалуйста, сколько задержек у тебя было на прошлом матче? Около 15. А сегодня? Ни одной. Ну что ж, начнем. Зарядить приготовится. Стрелок готов? Внимание! Мы снимали с Ваней Косоротиковым и приблизительно 20% комментариев было про то, блин, я никогда не куплю это отстойное ружье ВПО-205. Это просто хлам. На самом деле, явно зрители неправильно поняли, если мы говорим о поломках, то это не значит, что данное ружье никуда не годится. Просто все, что активно используется, имеет на стрелы десятки тысяч выстрелов. Сколько у тебя? По 30 тысяч выстрелов сейчас подбирается. То есть, 30 тысяч выстрелов для охотничьего ружья невероятный настрел. Это только стендовики столько стреляют и практические стрелки. Все, что используется очень активно, естественно, будет иметь и большой износ. Все эти поломки, это результат именно огромных настрелов, а не небольших настрелов для охотников. Еще раз. В целом, ружье САГА-340, о котором мы сегодня вам расскажем, это очень хорошее ружье, которое можно порекомендовать для занятий практической стрельбы в легкую. Но, естественно, оно не идеальное. У нее есть глупые какие-то недостатки, а есть просто естественные недостатки. Начнем с самого начала. Скажи, пожалуйста, это ружье, какие основные проблемы имеет на сегодняшний день? Ну, на самом деле, проблемы все устранены. Совсем недавно я устранил. Давай, он обычно через волейбольный мяч целится. Так просто проще. Вот, основные проблемы устранены. Последняя проблема, это были перекосы. Вот, но наиболее вероятно, они были вызваны все-таки магазинами. И самая крайняя проблема, это у меня отломился хвостовик патронника. Ну, давай с этого и начнем. Мое ружье в Вепаре 205, у него ломался вот хвостовик, подобная часть, правда, несколько в ином месте. И это привело к тому, что ружье пришлось сдать в утиль. То есть, я пошел в лицензионку, там мне дали заявление, я его заполнил. Я сходил в свое отделение полиции, просто отдал ружье, сняв с него все, что мне могло пригодиться, типа из тюнинга. В общем, когда эта штука отломилась, можно было подумать, что и сайга в утиль уйдет, но она стреляет успешно. Поясни, пожалуйста, как это вообще возможно? Да, в общем, на тренировке отломилась вот эта деталь и сразу же пошли утыкания. Но, так как это не первая проблема на этом ружье, я с собой постоянно таскаю комплект инструментов, молотки, напильники, надфили. Поэтому я быстренько еще в процессе тренировки отшлифовал патронник в том месте, где была эта деталь. Соответственно, патроны перестали своим мягким пластиком цепляться в этом месте и ружье стало работать даже лучше, чем до этого. Эта часть отломилась вот здесь, она должна была быть вот тут, вот отсюда. И она теперь все равно работает, несмотря на то, что отломилась отсюда. Я думаю, ее предназначение было такое же, как и этот хвостовик, чтобы гильза не проскатила и не утыкалась в верхнюю часть патронника. Но, так как здесь не такое большое расстояние по сравнению с гильзой, то и этого размера вполне хватает. У этого ружья есть характерные проблемы. Вот когда я вижу Сайгу 340, я уже наверняка знаю, что где-то в 30% случаев у них будет одна и та же фигня. Ставят на затворную задержку, вставляют в магазин, нажимают на клавишу затворной задержки, которая находится снизу. Затвор закрывается, но не до конца. И гильза остается перекошенной. То есть патрон не подается нормально. Это обычно происходит не во время стрельбы, а именно в процессе зарядки. Наверняка многие владельцы Сайги 340, а в России больше 10 тысяч владельцев этого ружья, они знают эту проблему. Скажи, с чем это связано? Ну, тут два есть момента. Первый момент это естественный износ головы затвора. Со временем появляется наклёп и стирание основной части, и она начинает разбалтываться. Соответственно, гильза может попадать при подаче под верхний выбрасыватель и зацепляться. Ну давай, у нас есть фальш-патрон, мы о нём сейчас покажем. У нас есть вот такой вот фальш-патрон. Это не настоящий патрон, и сразу говорю, никаких манипуляций лучше не производить заряженным оружием. Его надо проверить, что мы сделали перед началом. И если используете патроны, используйте фальш-патроны. Во время подачи сама гильза рантом попадает под верхний выбрасыватель и упирается нижним концом ранта в нижний выбрасыватель. И получается вот такая ситуация, когда гильзе некуда деваться. Она не может погнуться вперёд и не может соскочить с нижнего выбрасывателя вот так вверх, как это должно быть в штатном виде. Как это решается? Голова лечится просто. Делается небольшой скос на нижнем выбрасывателе. Тем самым чуть мы убираем маленький кусочек металла, и гильза может по этой горочке при достаточном давлении вот так вот попадать. То есть на штатной голове такого не получится. Вот я спилил вот этот угол. То здесь у меня получилась горочка, которая помогает патрону встать правильно и зацепиться, попасть под нижний выбрасыватель. Соответственно, если этого не происходит, гильза просто упирается вот сюда донцем, и без этой горки она никакой возможности не имеет попасть правильно. Её просто в таком положении остаётся. Вторая проблема, которая может привести к такому виду задержек, это неисправность магазина. Магазин так же, как и ружьё, со временем изнашивается, и всё-таки он не металлический, а пластиковый. Рант гильзы, он металлический. И постепенно при подачах гильза стачивает часть пластика. Изнашивается вот эта часть. Здесь есть специальная горка, по которой едет ран гильзы, чтобы обеспечить правильный угол. И вот здесь при частом использовании постепенно стёсывается часть горки, и гильза может выскакивать гораздо раньше. Это может привести к разным задержкам, в основном перекосам. Говоря кратко, износ магазина ведёт к неправильной подаче патрона. Как это лечится? Это лечится только заменой магазина, к сожалению. Или подавателя, да, магазина? Нет, только магазин, потому что изнашивается вот именно вот эта часть магазина. Есть ещё одна вещь, которая приводит к задержкам, это наклёп в патроннике. И на прошлом матче, собственно, это новая, да, проблема, о которой ты не знал до этого матча? Да. И она привела к тому, что Руслан имел 17 задержек. Две на пристрелке и 15 во время выполнения упражнений. Думал то на одно, на другое, пока очень тщательно в домашних условиях не обследовал ружьё. И оказалось, что в одном конкретном месте образуется наклёп, который приводит к задиру гильзы. То есть, вот здесь, на металлическом донце гильзы, всковыривалась металлическая часть, стружкой поднималась и не позволяла проникнуть патрону внутрь патронника. Давайте покажем сейчас это место. Может быть, вы подполируете у себя и, в принципе, не столкнётесь с этой задержкой. Наклёп в патроннике происходит в двух местах. Собственно, это места соприкосновения выбрасывателей с патронником. Верхний выбрасыватель и нижний выбрасыватель. Соответственно, при большом настреле выбрасыватель постоянно бьётся, потому что сайга не идеальна и попадает не всегда в то место, куда он должен. Происходит контакт выбрасывателя с головской затвора и потом, после контакта, он продвигается наверх. Но до контакта он немножко воздействует, ну просто сплющивает вот эту часть. В итоге она загибается вниз, внутрь, создавая ненужное сопротивление и зацепляясь за ранткильз. Собственно, чтобы это дело устранить, нужно взять надфиль и им обработать вот эту внутреннюю часть, чтобы наклёп убрать, чтобы она была заподлицо с патронником. Ещё одна проблема, которая у меня появилась совсем недавно, ну то есть для неё, по-моему, нужен большой настрел, чтобы она проявилась. Это проблемы с направляющей. Вот у меня уже стоит новая направляющая от Лейкома. Она длиннее, чем штатная. Штатная она короче, на сантиметр приблизительно, и со временем на ней тоже появляется люфт, который мешает затворной раме штатно откатываться в заднее положение, так сказать, и создаёт лишнее сопротивление. Поэтому могут возникать печные трубы, ну и недосылы. Раз ты уже упомянул затворную раму, которая работает с этой пружиной, вот такая вот поломка произошла, не вполне штатная у Руслана. Обычно на самом деле ломается она вот в этом месте, сначала появляются трещины, а потом она ломается. Вот, есть определённый люфт, люди спрашивают, это нормально, это ненормально. Почти у всех эта штука имеет люфт, и с ним работа продолжается. Другое дело, что если на випре она закернена, то есть она не выкручивается, то здесь она может быть выкручена. И если у нас меняется зазор между поршнем, вот здесь там поршень не упирается, и если зазор образуется слишком большой, то поршень сначала разгоняется, и происходит удар. И вот эта ударная нагрузка плохо влияет на раму затворную. Может быть, это, собственно, и случилось. Но, с другой стороны, металл здесь супер тонкий. То есть, когда на заводе сверлили раму в эту сторону, они просверлили слишком много, оставив самый-самый минимум мяса. Но тут в одном месте, наверное, меньше миллиметра, что неправильно. То есть, надо было чуть-чуть меньше высверлить отверстие в этой раме. Это, скорее всего, брак производства. Но если у вас рама будет ломаться, то ломаться она будет вот в этом месте. Самое интересное, у меня здесь с этой рамой, я когда ее купил, я видел, когда ее купил, смотрю, здесь какое-то отверстие. Ну, это, наверное, ненормально. Ну, ладно, работать, работать. А потом на свернование надо хрять, и все. Я такой, ну, понятно. Молодец. То есть, у тебя буквально дырка там была, да, небольшой? Да, там была ее даже вот так, видно, когда посланешь, вот такая вот дырочка и была. Вообще, неплохая идея ставить облегченные штоки, облегчая затворную группу немножко. И тем самым вы можете стрелять более легкими навесками, облегчая затворную группу. Но это не так важно для Сайги 340, сколько для випря. Потому что у випря газовая камера находится дальше от патроника. Газовая камера, вот она, и отверстие, через которое газы толкают все остальное, она находится чуть-чуть дальше по стволу. А здесь чуть-чуть ближе. Соответственно, пик давления раньше возникает. И более легкие навески перевариваются лучше Сайгой 340, чем випрем. Все. Единственное, у нас не надо бороться за стрельбу 22-граммовыми патронами. Нормальная работа на 28 граммах, это достаточно. Если у вас на 24-х не работает, ничего страшного. В практической стрельбе 28 граммов используется. Потому что более легкий патрон плохо валит в мишени. Ну, а слишком импульсные патроны или с большой навеской, типа 40 граммов, нам не нужны. Они как раз разбивают Сайгу. При настреле 10 тысяч вы лишитесь ружья, если вы будете стрелять. Это не стандартная поломка, это брак. Да, действительно, брак бывает. Концерт Калашникова не идеален. Но, как мы знаем, любое оружие, оно не идеально. Если знаете, какое есть идеальное оружие, то, пожалуйста, напишите в комментариях. А мы с вами не согласимся. На Сайгах я никогда не встречал, чтобы в этом месте узел разбирался. То есть, сварка отламывалась и вот эта колодка мушки, которой здесь нет на спортивном ружье, чтобы она отламывалась. На випрях это часто достаточно происходит при больших настрелах. Здесь это гораздо прочнее все сделано. Идем дальше. Трубку меняют. Это оправдано. Это хорошая вещь. Здесь буллитековская трубка стоит. И газовая камера. Какое главное преимущество у газовой камеры на Сайге 340? Ну, во-первых, ее гораздо проще чистить. За счет того, что откручивается передняя пробка. Ну, здесь невозможно, здесь придется снять цевьё, но в любом случае можно открутить пробку, снять трубку и камера будет там просто ровная. Ее очень легко чистить. Руслан спалился. У него такое цевьё, при котором трубку не открутишь. То есть, ты не чистишь свою газовую камеру? Не, я чищу. У меня такое цевьё, которое еще и легко снимается. Да. О нем мы расскажем чуть попозже. И это будет, наверное... Я сказал, ну, порекламируй свое цевьё. Ты же сам их делаешь, заработаешь денег. Руслан сказал, не нужно мне денег. Я бесплатно выложу на 3D-принтер специальную программку, которая поможет тебе распечатать. Да, к этому выпуску будут приложены 3D-модельки для всех закладных, для цевья. И поэтому, кто хочет, у кого есть доступ к 3D-принтеру, сможете распечатать себе на Сайгу закладные и заказать трубку с Алиэкспресса и сделать такое же цевьё. Сейчас Алиэкспресса сложнее заказывать, но, друзья, во-первых, в Телеграме в виде файла будут приложены к анонсу этого видео, поэтому у вас будет возможность и к нашему Телеграму присоединиться и там скачать эти программки. Вместе с тем, это лучшее решение, которое я знаю, несмотря на его простоту, и не потому, что ты мне товарищ, и не потому, что я хочу тебя как-то похвалить. Это действительно решение. Чем оно хорошо? Оно монолитное, оно прочное. Все нагрузки выдерживает, и ничего не сломалось, и не только у тебя, ты друзьям тоже ставил. И оно дешёвое, и оно очень лёгкое. Благодаря вот этому решению у меня, твое ружьё моего выиграло почти 100 граммов. А моё цевьё на металлическом крепеже, который достаточно тяжёлый, и у тебя баланс впереди лишний есть. Так что вот такое классное решение. Заходите к нам в Телеграм и скачивайте модельку для вот этих закладных. Ну, а трубу вам придётся купить сами. В САГЕ 340 есть такая вещь, как кнопка предохранителя. Если на випрях это рычажок, и теперь на новых випрях мне вообще не нравится решение, сделанное вперёд под палец указательный. А на старых рычагах он был вот под это место. У меня здесь аж мозорка, вон, шишечка возникла. Так вот, там мы рычаг движением при вскидке снимали. Хорошее решение, мне нравится. Но я так понял, что ты считаешь, что кнопка имеет свои преимущества. Мне очень нравится кнопка, потому что в основном у неё нет никаких промежуточных состояний. То есть ты точно знаешь, включен у тебя предохранитель или выключен. Если ты на кнопку нажал, и она щёлкнула, значит ты 100% её выключил. В никаких промежуточных состояний она залипнуть не может. Но у неё есть недостаток. В основном он только проявляется, когда вы пытаетесь стрелять слева плеча. Потому что при перекладке, если вы очень заботитесь о безопасности, вы можете указательным пальцем случайно нажать с другой стороны и включить этот предохранитель. Такое бывало? Да. Сколько? Как бывало. Не часто, но, наверное, за год раз пять такое случалось на тренировках. За год раз пять. Это, по-моему, много. В общем, я не считаю, что это большое преимущество, но кому-то нравится. И из плюсов нет промежуточного положения. То есть иногда бывает скинешь, вепрь положил, то есть сдвинул этот рычажок наполовину и не можешь стрельнуть. Но если всё правильно настроить, то такое невозможно. У меня не было такого ни разу. Ещё одна интересная вещь, если сравнивать с вепрём. Вот это у нас затворная группа, состоящая из затворной рамы и затвора. Сам затвор состоит из двух частей. Непосредственно затвор, который имеет боевые упоры, и головка затвора. Это поворотная часть, которая отвечает за досыл, за захват гильзы, за рант и за экстракцию. Так вот, одна из самых частых проблем на вепрях – это переламывание головки затвора. Вот в этом месте, назовём это шейкой, она переламывается, и это просто конструктивный недостаток на вепрях. Они делали пропил, по которому всё и ломалось. Если вы надрежете веточку, да, в каком месте она сломается? Там, где вы надрезали. Здесь тоже есть этот надрез, но он сделан более правильно. На вепре он сделан практически под прямым углом, вот, а на саде сделано два пропила под углом друг к другу. Поэтому пропил у головы с айди гораздо меньше. Остаётся больше металла, соответственно, он прочнее. И ещё одна причина – это более лёгкая головка затвора. Две головки затвора имеют разный вес, потому что вепрёвская, она больше мяса содержит. А здесь сделан выпил, который убирает, ну, может быть, грамм 8-10. Но эти 8-10 граммов при динамической нагрузке начинают играть совсем другую роль. Вы сами понимаете, да? Кулак весит 1 килограмм, то это не страшная сила. Но если кулак прилетает на скорости, то это совсем другая история. Короче говоря, головка затвора на сайге более лёгкая. Она более грамотно выполнена в инженерном смысле, поэтому гораздо реже ломается. Ты встречал хоть раз сломанные головки затвора на сайгах? На самом деле, вот, я лично ни разу не встречал. Я встречал один раз, а на випрях это происходит сплошь и реально. То есть, да, они тоже ломаются, но, возможно, это даже результат какого-то брака, а не вот такая характерная ошибка. Поэтому люди могут не возить с собой пару головок затвора. Ну, желательно всегда носить. Я вот, допустим, головку соревновательную держу, которую ставлю перед соревнованием, на которой я знаю, что у меня точно маленький ресурс. Ты считаешь настрел на своём ружье? Раньше считал, сейчас я как-то уже сбиваюсь со счёта. Ну, год назад он точно был 20 тысяч. Этот год я стрелял побольше, и он уже приближается к 30 тысячам. Ясно одно, что здесь не угадаешь. У нас есть товарищ Алексей. У него на каком настреле сломалось ружьё? У него сломалось на трёх тысячах приблизительно. Это всё-таки заводской брак. Заводской брак случается, поэтому уметь его распознать – это тоже важное умение стрелка, чтобы не попасть в такую ситуацию соревнования. Ну, вот так вот скажешь, да, что у тебя будет слишком глубоко запиленная дырка, и вот там маленькая точечка будет, маленькое отверстие, вот ты его должен заметить. Ну, это очень сложно сделать. Обычно покупатель берёт ствол, начинает заглядывать внутрь и смотрит. О, он как зеркало, отлично. Иногда фонариком посветит. Но толку от этого никакого нет. Тем более на ружье гладкость ствола не имеет практически никакого значения. В том числе и на пулю, и на тучность никак не сказывается. Да, главное, чтобы на нём не было раковин, которые могли привести к раздутию ствола. И сквозных отверстий, как у тебя было. И сквозных отверстий, да. Хорошо, хотя может быть... Стромя отверстий в газовой камере, их надо оставить. Да, кстати, не знаю, как вообще на САГЕ 340, но на некоторых ружьях с газоотводной системой газовая камера надвинута на отверстия и перекрывает их частично. Соответственно, газов не хватает, и у них постоянные проблемы. Работает только на 34 граммах, а на 28 даже не думает. И постоянно даёт печные трубы. Люди вынуждены передвинуть камеру на нормальное место. Надо сказать про магазины. Многие говорят, что випрёвские магазины лучше, чем сайговые. Вырази своё мнение на этот счёт. С момента покупки ружья и с того момента, как я начал заниматься практически стрельбой, я всё время использовал только сайговые магазины. Сайговый магазин удобнее лежит в руке. То есть его удобнее выхватывать из-за того, что он легче, у него чуть-чуть меньше габариты. Но, возможно, как раз из-за того, что меньше пластика, на это люди жалуются. Но лично для меня у меня никаких проблем не было. Плюс он сразу же с завода идёт заклёпанный. У вас никогда не будет проблем с тем, что вот эта скоба, которая металлическо удерживает патроны, она отлетит, когда у вас магазин упадёт или что-то такое произойдёт. Вы будете бегать потом по стрельбищу, искать, куда же у вас отлетела собачка, куда отлетела подаватель и всё остальное. Ну, я вижу, во-первых, что у тебя клёпка уже сбилась, к слову, да? Во-вторых, есть небольшой тюнинг, который ты провёл. Это наждачная бумага, которая наклеивается на тыльную сторону магазина. Это позволяет не проскальзывать в руке, но портит перчатки. Потом, нумерация магазинов. Важный момент, произошла задержка, надо магазин отложить. Он пронумерованный и, возможно, это связано с ней. Задержки всегда следуют для спортсменов, если это их касается. То всегда надо анализировать. Если ты не выявил причину, ты обязательно столкнёшься с ней ещё раз. Ну и самый гениальный ход, такой бомжи-стайл, это вот какой-то пенопласт, пенопропилен. Для чего ты поставил? Не знаю, какой-то мусор я поставил для того, чтобы магазин, когда падал на жёсткую поверхность, пятка его не разбивалась. То есть он падает и с ним всё хорошо. Это сработало? Да, этим магазинам уже очень много лет. Ну, отлично. Отлично. Вот этого я не могу вам посоветовать, ребят. Но есть такая проблема. Магазины, если падают на жёстко, они начинают трескаться. Ну, в принципе, я в один момент хотел отказаться и снял вот эти штуки со своих магазинов. Сразу получил две трещины на магазинах. На один успел вернуть вот такую резинку макполовскую. А на второй уже было ставить бесполезно, трещина пошла через весь магазин. Собственно, если вы не защищаете пятку магазинов, а в ружье у нас огромное количество перезарядок. Всего 10 патронов, да, или 28, например, мишеней. Поэтому можно лишиться магазина. Ну и плюс, на самом деле, у меня вот эта полоса не изнашивает перчатки, потому что есть небольшой хак. Можно наклеить вот эту ленту, которая покупается в строительном магазине для противоскольчения плитки, она как так называется. Но я ее дополнительно потом наждачкой, наоборот, стачил. То есть у нее есть абразив очень грубый. Вы его можете полностью убрать, и она станет не такая грубая, и перчатки не будут так сильно изнашиваться. Чтобы вы знали, лучшие друзья стрелков, это не какие-то тактические магазины с красивыми и страшными названиями. Это Leroy Merlin, Obie и Decathlon. Да. Еще очень важно с собой иметь мелкий зип. Это всякие мелкие пружинки, штифты и разные расходники. Допустим, у меня на таком большом настреле, где-то около 10 тысяч, сломался ударник. Это вот эта штука, которая приводит в действие баек, который уже разбивает капсуль. Баек сам у меня никогда не ломался, и пружина его не ломалась. Вот. Это связано с тем, ну, по ему мнению, что пружина на сайге сделана лучше, сама идея, чем на випре. Вот здесь у нас стандартная вполне себе пружина от випре, и они переламываются обычно в серединке, и из двух долек становятся. Потом эти две дольки друг на друга накручиваются, она укорачивается и начинает некорректно работать. А эта сайговая, она плетеная, как бы, из двух отдельных пружинок, соответственно, она живет подольше. И мне кажется, она пожестче. Если на сжатие пробовать, то видно, что это более жесткая пружина. Вот такое решение. Проблем, которая проявилась раньше всего на моем ружье, это у меня появились проблемы с заторной задержкой. В чем суть проблемы? Суть проблемы в том, что сама затворная задержка, она выглядит, как вот такой вот зуб, который упирается в подаватель, поднимает специальную деталь, которая... У меня есть компьютерная графика для этого случая. Затворная задержка, магазин. Он подает патроны, подает патроны, и один из патронов подающихся упирается в этот зуб. Дело в том, что вот этот зуб, он выгибается, выгибается, выгибается. Если у вас ружье становится на затворную задержку посреди магазина, значит, она довыгнулась до того состояния, чтобы упереться в следующий патрон. Для того, чтобы вернуть все к исходному положению, надо загнуть этот зуб затворной задержки назад. Но у тебя была радикальная мера. Я отпилил ее до того момента, где она соединяется с деталью, которая как раз ловит затвор. Соответственно, у меня на третьем положении есть заторная задержка, но автоматической заторной задержки так таковой нет. И здесь для меня только плюсы, потому что я никогда не жду заторной задержки. Я всегда знаю, что если у меня закончились патроны, то мне надо дослать. Кстати, Руслан, посмотрите видео, он самый быстрый в третьем положении. Он умеет зарядиться, полностью разряженное радио зарядить, попасть в мишень меньше, чем за секунду. Сейчас мы проведем тюнинг небольшой. Футболочка будет у нас вентилируемая. Впервые на канале немного порно. Мы сейчас ее провентилируем. Чем мы ее будем вентилировать? Дробью номер три. Единственный шанс сделать хорошую вентиляцию. Патронов мало, поэтому мы будем экономить. Сейчас мы поставим рекорд. Я думаю, вот здесь, на соседнем стрельбище, мы выходили из секунды. Твоя задача сейчас выйти из секунды в третьем положении. Будет интересно. Стрелок готов? Готов. Внимание! Да, это было 0,71. Разряди. Ну, можно было бы стрельнуть, конечно, и поточнее. Ну, вентиляция нормальная, но у меня только один вбок будет. Так что посмотрите видео о том, как работать с третьим положением. Это будет познавательно. Да, друзья, я вообще понимаю, что это видео для настоящих задротов. Сейчас, когда уже 90% людей перестали смотреть, и смотрят только владельцы САЁК и некоторые владельцы ВИПРИМ. Вот что мне очень нравится в своей САЁГе, но и, как многие товарищи, у которых есть САЁГа, тоже на это указывают, я ее пристрелил, свою, на пулю, два года назад. И с того времени я периодически проверяю пристрелку, она никуда не уползла за два года. Не, несмотря на то, что на этой САЁГе уже прилично настрелена, а возраст мы меряем ни в коем случае не годами, она может в сейфе стоять без дела, а настрелом. Настрел большой, а люфта практически не появилась. Кроме того, планка выполнена из металла, она стальная, она очень прочная и действительно долго держит пристрелку. Если вы используете ваше ружье для стрельбы на 50, 100, 150 метров, на что оно вполне способно, то, конечно, здесь будет преимущество по планочке над ВИПРОМ-205 и его разными вариациями. Ну, собственно, что говорить, просто берете, поднимаете крышку и видите, как плотно она стоит. Она даже не думает упасть, несмотря на то, что тяжеленький прицел коллиматорный, на нее давит. Очень плотно стоит, очень хорошее, правильное решение концерна калашников. Здесь они просто очень здорово придумали. Еще есть одна проблема, заклинив ее рамы. Рама, когда доходит с заднего положения, вот здесь мы ее можем вытащить. Также она может при работе, когда у вас очень короткая пружина, дойти до сюда ее, выбить. Я ее чуть-чуть перекосит, и она укрется в свои же направляющие. Ее заклинив в заднем положении. Чтобы такого не было, надо не использовать короткие пружины, либо использовать подставки, которые регулируют длину, чтобы рама не могла дойти. В общем, в САЙГЕ 340 резать пружину не лучшая идея. Лучше оставлять пружину такой, какая она есть. И при направленной настройке и подходе к САЙГЕ, она работает на легких навесках, без всякой обрезки пружин. Одна из тоже последних проблем, это у меня со временем села боевая пружина у курка. Это начал проявляться с тем, что не очень качественные капсули у некоторых патронных производителей, они стали не разбиваться, не доразбиваться, и пошли именно недоколы. Я поменял... Так, ты так скромно сказал, кого там капсули не колются? У азота? Ну, бывает. Раньше азот использовал зарубежные капсули, сейчас, по-моему, перешли на отечественные. А у отечественных есть проблема, они слишком жесткие и требуют большего усилия при наколе. Поэтому, да, такая проблема нет. Вот. Ну и плюс, все-таки у САЙГЕ более жесткая пружина ударника, поэтому лично мое мнение, что надо следить за боевой пружиной. Если она подсядет, у нее просто не будет хватать энергии, чтобы протолкнуть ударник, он разбил капсуль. Наколы есть, но они незначительные. Все-таки и замена этой пружины полностью умрала в проблемы с наколом. Что ж, в общем и целом, надо сказать, что ружье САЙГА 340 очень удачный образец, но который рождался в муках. Он был заявлен в одно время, а почти пять лет, и что-то около того, он не доходил до прилавков. Постоянно ружье было у спортсменов в руках, постоянно ружье бывало на выставках, но никак не попадало в магазины. Но когда она туда попала, ребята и команда, Ростех тогда называлась, они все эти вещи выявили, провели правильную работу, и это очень хорошее ружье. Ну, что говорить? Давай, вот предположим, ты сейчас входишь в практическую стрельбу, только получил зеленку, зеленую лицензию, и пришел в магазин. У тебя разные ружья. Что будешь брать? Я только 30-40-ую возьму, потому что, ну, для меня это уже проверенное ружье, и можно начать заниматься именно спортивной стрельбой сразу из коробки. Достаточно только установить прицел. Хотя, как мы знаем, можно стрелять и без прицела. Нахрен снимаю прицелы, не нужны они. Смотрите об этом видео. Теперь надо развеять миф о том, что сайги сделаны из тонкого металла, а вот випри сделаны из пулеметного, тяжелого, и у них прям такая тяжелая штампованная. На самом деле вес и у одного, и у другого ружья, и випри сайга, плюс-минус одинаковый. Мое ружье весит 4 килограмма 362 грамма. Сколько весит твое ружье? Мое весит 4 килограмма 260 грамм. Собственно, вот выигрыш ты получил за счет более легкого цевья и за счет того, что ты используешь легкие материалы. Здесь я смотрю и вот это, и вот эта часть у тебя полегче. Да, основные такие моменты, которые влияют на скорость и удобство, у меня сделаны на 3D принтере. Что цевье, что шахта. Кстати, можете ее купить в магазине у Сергея. Практикал шутинг. Да. Друзья, не забываем поддерживать наш канал pschannel.ru. Там самый проверенный тюнинг. Поскольку сегодня речь идет о нюансах эксплуатации, то надо заметить еще одну большую проблему. Это наличие зипа, то есть запчастей для сайги. Их просто-напросто либо трудно найти, либо вообще невозможно достать. В нашем магазине мы стараемся находить все, что возможно из запчастей. От ударника до самой маленькой пружинки. Все, что можно, мы стараемся раздобыть. А то, что невозможно найти, часто можно заменить зипом от Vipria12. Разумеется, лучше спрашивать о совместимости каждой части у менеджера. Так что, если вам требуется хотя бы минимальный запас зипа для самых характерных поломок, то добро пожаловать на pschannel.ru. Также пятка у меня тоже сделана на 3D принтере. Кстати, можете написать в комментариях, если хотите, могу выложить 3D модельки для принтера для этих пяток. Но учтите, что принтер должен быть хороший, потому что нагрузка на эту деталь она гораздо больше, чем эта. В отличие от цевья, здесь держится половина массы ружья. Если у вас есть еще какие-то проблемы, которые возникают с вашей сайгой, то вы можете опять же написать о них в комментариях. Я попрошу Руслана пошерстить комментарии и ответить с точки зрения своего большого опыта на ремонт и обслуживание сайги 340. И он, может быть, вам что-то подскажет. А может быть, мы узнаем что-то новое.